Здравствуйте, и добро пожаловать обратно под звуки этой сирены скорой медицинской помощи, которая отчаливает от местных бандитских разборок, в которых мы пока что воздержимся от участия. И здесь, в этом эпизоде вальских историй на канале Ласта Фуаре, мы взглянем немножко в 10-15 минутах на GTA Vice City, который, как видите, содержит много длинных и прямых улиц, так что навигация по этим просторам, которые больше по размерам, чем GTA 3, весь вместе взятый, будет более простой, к тому же она будет более простой, потому что у нас есть карта, конечно же, с подсказками и зумом, благодаря которому можно легко перемещаться из точки А в точку Б. Что касается графики, то, как видите, она все такая же размутая, но для того времени, которое было отдалено от, скажем так, даты выпуска GTA 3, она не очень отличается, так что неудивительно, что таких вот графических продвижений не очень много, но зато у нас есть здесь мотоциклы, новое средство передвижения, несколько типов мотоциклов, есть вертолеты управляемые и есть даже самолет, правда он только приводняется на обычную территорию, а сухопутную он если и сядет, то потом не взлетит. Но тем не менее, это гораздо лучше, чем тот у девацкий дедо, который единственный у нас был в GTA 3. Однако, GTA 3 для меня лично приятнее в плане и главного героя, который у меня большее уважение и сочувствие называет, чем здешняя итальянская мафия, у нас герой называется Тони Версетти, который пришел из зоны и сразу взялся за наркотики. Это очень хорошее решение, не то чтобы очень, как я говорю, действительно сарказм. Ну и сам по себе Майами, по которому, так сказать, впечатлением от которого с моделем этот город, тоже не занимает главное какое-то теплое место в моем сердце, так что виртуальный Нью-Йорк мне как-то ближе, чем виртуальный Майами, поэтому, наверное, в том числе мне приятнее играть именно в GTA 3, хотя есть там некоторые сложности. Однако, давайте немножко закрыть наши рассуждения. Точнее, мои рассуждения по поводу здешних красот или не красот. Что касается GTA 3, то он был несколько разнообразнее, потому что там групп таких вот зон территориальных было побольше. Здесь же все будет так скучково, но зато, по крайней мере, добраться нужно несколько быстрее. Так что мы выплачили потихоньку гангстерские воины разных банд. Он ментам тоже немножко достается, хотя иногда они и одерживают вверх, но только до того момента, пока в них начинают стрелять. Но давайте мы прервемся на сцену. Я знаю жю-жит-су, сэр! Смотри, мэн! Эй, easy, папи. Это не для меня. Ты! Ты твой парень? О, да! Ты твой парень? Я думаю, что ты знаешь. Нет, я не думаю, что я. О, да? Ты пришла сюда, тупый парень. Ты думаешь, что ты будешь заниматься мне? Ты думаешь, что ты будешь заниматься дураком с мной? Нет, я думаю, что ты будешь заниматься дураком с нами достаточно дураком. Эй, он говорит тебя, дурак, сын. Я называю его маленькая девочка, папи. Смотри, он, все, дураком с таким. Что это? Мальчишки? Ты что-то, 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 что-то? Ты дурак как женщина? Ты на панели как женщина, тоже? Что ты думаешь, что женщина? Ты любишь мужчин, мэн, большой? Я люблю женщины! Я люблю женщины! Я люблю мою мать, чико! Хорошо, хорошо, я беру твою слово. Расслабь. Ты можешь ездить, amigo? Да, как женщина. Очень смешно. Я люблю тебя, большой парень. Может быть, ты можешь помочь. Может быть, ты можешь доказать, что ты человек. Пойдем в воду! Но проблема в том, что здесь идет речь о не только больших кайцах, но и больших лодках. И лодки, в частности, катера в GTA Vice City, управляются не очень хорошо. Особенно, когда миссия заключается в том, чтобы проехаться за пару минут по двум десяткам точек. Вот это вот мне совсем не нравится. Если я зафейлю, то вы мои фейлы видите, потому что я не собираюсь проходить еще раз. Это для моих нервов слишком много. Как сказать? Слишком много чикпоинтов и слишком мало времени. Если прошлепаешь что-то, то считай проиграл. Одна из миссий, которая у меня в свое время вызывала большие-большие сложности. Ненавидите себя человеком, человеком? Спасибо, что я вообще не утонул до сих пор. Но, долечу-неболечу. И там, вроде бы, еще одна прямо за ней, так что надо как-то... Шить. К счастью, она не такая высокая. Давайте попробуем хотя бы ничего не пропустить. Клакать тут особо не о чем, но раздражение это может вызвать довольно-таки приличное количество. А у нас еще 15 точек. Передим. Ну-ка, 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 давайте не пропускать, как мы-ка с вами условились. Где, по крайней мере, пытались. Обещать, к сожалению, не могу. Будем надеяться, у нас будет не очень много прыжков. Потому что развернуться здесь с такой манерности и волнами не особо получится. Такому сколько надо. Аккуратненько. Не так уж много точек осталось. Лишь целых 50 секунд. Когда я начал говорить, было 51, 2. Да. Хэштег нохом, как говорят, в таких случаях. И остается совсем немного времени. У меня точек всего 2, 1 и финальный. Красненькое. Какое счастье. А с целых 18 формально 7 секунд. И всего штука. На деньги они не очень исчебрятся. И у нас здесь есть полицейская лодка. Но с меня пока что хватит лодок. Если у вас есть какое-то мнение об этой игре, о непосредственно GTA Vice City, или о всей фроншизе GTA, в частности, то вы можете высказаться в комментариях. Давайте ответим на звонок сначала. Томми, нет, не милый человек, мы не хотим говорить о моей идее. Томми, может быть, нужно что-то, чтобы вы не чувствуете лучше. Так что антипулируйте, сделайте мне что-то. Ай? ай, 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 ай? гритянцы здесь у нас нет цензурная версия так что слово банды не вырезано насколько я понимаю не то что я очень глубоко повлекал в фольклор серии игры то она тем не менее заключая это видео можно сказать что игрушка не плохая хотя лично у меня у меня она не вызывает каких-то огромных таких теплых чувства но тем не менее игра приятная на ней можно провести немало приятных минут особенности если у вас есть модификации если не ошибаюсь не помню как называется которая позволяет в сетевом режиме играть кажется была версия какая-то старенькая и для беда войсити так что это может быть несколько более забавно в мультиплеере который только сравнительно недавно появился официально серии gta но в случае своем умею мышцы то есть оставить в секции комментариях если вам понравилось это видео то есть кнопка нравится если мне понравилось то есть кнопка более другая можете если хотите поделиться им где-нибудь соц сетях или где-нибудь на сайтах типа редита конечно же ждем вас снова в других видео но наверное на этот раз не про gta а про что-нибудь другое но и слот у нас освобождается спасибо за то что смотрите и увидимся в следующий раз а